Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили рулетку на Чейрфутур. Если кто не знает, у меня есть список машин, которые мне очень сильно нужны, я их давно хочу. В частности, очень сильно хочу Коро 45 тонн, очень сильно хотел себе ТС-60, которую недавно прикупил. Её выставили на продажу за 10 тысяч в голом состоянии, я не пожалел голды, заплатил и теперь радуюсь. Что же касается Чейрфутур, он тоже включён у меня в список этих машин. В отличие от многих других ютуберов, мне машина на тесте и после того, как её ввели, ну очень сильно зашла. И несмотря на то, что я не люблю девятки Чейрфутур, я очень хочу поставить себе в ангар. Мне лично машина очень сильно понравилась. Что касается ценника на данную рулетку, в принципе, я бы сказал, что в пределах нормы, в пределах допустимого. Разработчики два раза здесь побаловались ценником в один золотой за прокрут на 7 и на 14 уровне. Если вы будете крутить рулетку и прокрутите до 18 прокрута включительно, и в пределах 18 прокрутов заберёте себе танк, то заплатите суммарно за него 18 622 золотых. Это с учётом того, что вы ещё и всякой трепеде не себе наберёте. Что касается полного прокрута рулетки, то суммарно 20 прокрутов, и здесь придётся заплатить уже 21 922. Ну, будем говорить, 22 косаря. Что можно сказать? Очень часто машина выпадает последней. У меня лично ни разу не было такого, чтобы с рулетки я забрал машину где-то на первых прокрутах или хотя бы в середине. Только на последнем прокруте выпадал интересующий меня танк. Так было со всеми танками. Хочу посмотреть, что получится с Чейр Футур. В принципе, готов идти ва-банк, готов машину забирать. Но, понятное дело, держу пальцы крестиком за то, что мне повезёт. И заберу машину быстрее, нежели полностью все 20 прокрутов. Кроме того, что здесь можно забрать себе Чейр Футур, можно забрать ещё 2 раза, так не так, 3 раза по 2 контейнера мистических. Можно забрать себе 3 собери их все. И можно забрать себе 2 раза по 1 контейнеру мега-контейнер, из которого действительно довольно часто игрокам что-то выпадает. Также есть вот здесь у нас приказик, квест бомбический, который позволит нам в случае, если выполнить в принципе простые условия данного квеста, а именно за 2 отведённых дня победить 25 раз, то получаете себе ещё 2 контейнера бомбических на открытие. И плюс к тому, здесь ещё есть 2 контейнера французских, из которых могут выпасть какие-то французские машины. Но меня он не сильно интересует, потому что преобладающее большинство машин у меня есть. Ну и, соответственно, не хватает только буквально АМХ-а Дефендера и АМХ-а М4 МЛЕ54. Все остальные тачки в коллекции у меня уже собраны. А, забыл сказать ещё про АМХ-а 1357, на другом аккаунте он у меня есть, поэтому не обратил на него внимания. Ну что, ребят, давайте начинать крутить. Крутим рулеточку, надеемся, держу пальцы крестиком как на руках, так и на ногах, потому что чейр футур мне очень сильно надо, но, понятное дело, по как можно меньшей цене. Открывать контейнеры будем сразу, собери их все, открываем, собери их все, смотрим, что там. Но из собери их все давно уже никому ничего не выпадает, по крайней мере, я давненько не слышал от кого-либо и не видел в комментариях, чтобы мне писали, чтобы из собери все прям что-то нормально упало. Я, по крайней мере, за последнее время открыл с контейнеров, не знаю, штук, наверное, 15 и не достал ни одной машины. Видео отдельного не записывал, не видел смысла, потому что открывал по одному, по два контейнера, ну и, соответственно, ничего прикольного я не думаю, что... Точнее, не так, я не думаю, что что-то прикольное бы получилось из такого видео. Ну что, едем дальше. Забираем, открываем ещё один мистический контейнер. Ну, давай, мистический сертификат мне, так, чтобы со стула грохнулся-то. Мистический талисман. Мне ещё надо целых 15 штук, короче, я... Мой дух, господи, это 15, 5 штук мне ещё надо. Я так понимаю, что Unreal их собрать в этой рулетке. Чё за 200 даём? Ну, давай за 200-очку. На-на-на, давай. Давай машину мне сразу так, бац. Да, фиг там. На, ГСН, тебе 100 тысяч кредитов, радуйся, ходи, не сопливь. Ну, а, чё ещё? Давай, давай. Давай, сволочь подкрученная. Блин. Собери их все, открываем. Чё у нас? Я не помню, честно говоря, сколько у меня талисманов по контейнерам. Собери их все, а им ещё 5 штук надо. Тут ещё, блин, тоже открывать и открывать. Так, 475 голды. Так, я буду ускорять немножко процесс, потому что моя нервная система уже не выдерживает. У меня уже адреналин через уши льётся. Я не могу так вот сидеть и ждать, пока оно будет долго и нудно меня дразнить. Перепрыгиванием через чейр футур, который меня безумно интересует. Так, чё-то у меня стим тут параллельно открываться начал. Ай, не выпало. О, сейчас за 1 голдовый. За 1 голдовый сейчас точно заберу. Блин, гадалки не ходи, 100% будет за 1 голдовый. Ну, давай. Давай за 1 голдовый мне чейр футур. Ну, падла. Блин, да что ж такое-то? Так, едем дальше. 950 золотом и... За 950 золота я покупаю себе целых 100 тысяч кредитов. А-а-а, Валера, если б я только знал. Если б я только знал, что так всё будет кощунственно по отношению ко мне в этой рулетке. Наверное, Валидола бы закапал себе в глаза в жидком виде изначально. Так, чё у нас там? Мистики. Открываем 2 мистических контейнера. Но... Да хрен там. Ни хрена не будет. Это... Это нереально. Тут бы хотя бы, я не знаю, там где-то в районе предпоследних прокрутов главную награду забрать. Не то, что из контейнеров что-то достать с моим счастьем. Ну, не фартит мне, ребят. Не фартит. Я не знаю, как там, короче, у кого получается доставать себе машины из рулеток на первых прокрутах. Доставать себе десятки из каких-то контейнеров. Я вчера выложил видео. Кстати, если не смотрели, зайдите, посмотрите. Я вам ссылочку оставлю в описании. Мне прислали запись открытия вот этих солидных контейнеров. Там 4 конта игрок открыл. И я реально, я сидел, плакал просто. У меня слёзы текли, потому что, блин, ну у меня никогда такого не бывает. Серьёзно. Просто никогда не бывает такого, чтобы вот прям что-то как-то нормально высыпалось из контейнеров или из рулеток. Ну, как есть, так есть. Не всем нам быть фартовыми. Главное не падать духом. Главное всегда надеяться. Главное верить в то, что будет всё хорошо. Но если бы вот так вот я за голду просто сами контейнеры, допустим, мистические купил и вот такую вот хрень получил, я бы, честно, очень сильно расстроился. Вот прям, прям совсем. Считал бы, что голду слил просто в унитаз куда-то. Но, давай. Ёкаранный бабай. Аватар. Триумф силы. Ай, с этими аватарами, блин. Тех аватаров хоть задницей жуя, толку нет вообще никакого. Так, ну вот здесь поинтересней. Мега контейнер. Он, правда, один, но мало ли. Может сейчас хотя бы из мега контейнера мне что-нибудь упадёт. Да, упала мне, блин. Шляпа графа Монте-Кристо мне выпала отсюда. Едем дальше. За один золотой и... И, 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 и... Такс. Ещё один мега контейнер. Открываем. Мега конт. Вот так вот. Вот так вот, ребят. Круто получил 250 голды. Просто. И 180 дней према, кстати, ребят, я очень сильно надеюсь, что разработчики в ближайшее время закинут слив ресурсов, где я смогу эти дни према нормально обналичить, потому что в противоположном случае мне будет очень обидно, что они просто там сгорают, я в последнее время не сильно качаю там какие-то ветки, поэтому дни према меня прям вообще, вообще не интересуют. Так, 2125 голды за прокрут, и с этого мы получаем, ну конечно же, французские контейнеры, из которых мы ни хрена не получаем, а даже если получаем, то получаем никчемную компенсацию. Ну вот вам, пожалуйста, револьвер, который у меня был, и, соответственно, я за него получаю компенс, если я правильно помню, то компенсация у нас идет в этом контейнере с серебряндией. Так, где тут этот револьвер, убедиться, да, пожалуйста, целая полторуха. А вот, вот, обратите внимание, те машины, которые у меня есть в ангаре, не выпадают, да, вот такой вот интересный парадокс. Ну что, 2250 голды, я уже слил, ну, 15 тысяч, да, по-моему, или сколько там, золота, и, пожалуйста, я забираю себе легендарный внешний вид. Понятное дело, что сейчас я заберу себе приказ, который в течение трех дней надо будет выполнить, отведенных, или сколько там, два дня. Так, забираем. Теперь, в обязательном порядке, мы забираем сейчас французские контейнеры, из которых, опять-таки, ни хрена не получим. Ну и, в принципе, по обыденной системе, чейр футура, я забираю, ровно как и все другие машины, которые я забирал из рулеток, исключительно на последнем прокруте. Друзья, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что рулетку необходимо начинать крутить тогда, когда ты действительно готов пойти ва-банк и готов заплатить полную стоимость за машину. В таком случае, начинайте крутить и идите до конца. Если вы не готовы идти до конца, делайте два, три, там, максимум четыре прокрута и после этого сворачивайте удочки. Потому что дальше будьте готовы к тому, что, возможно, будет так, как у меня. Возможно, вам придется идти ва-банк, ну и, соответственно, за полную стоимость забирать себе желаемую машину. У меня, честно говоря, руки чешутся покатать на чейр футуре, но нет особо времени на то, чтобы его снаряжать. Поэтому перекидываемся ко мне на пресс-аккаунт и там сейчас чейр футура выгоним из ангара. Итак, друзья, чейр футур, кратенько по техническим характеристикам и погнали в бой. Что касается орудия. Орудие прикольное, орудие приятное, мне лично очень сильно понравилось. Здесь приятное время сведения и разброс, 3,4 по сведению и 0,303, я бы сказал 0,3 по разбросу. Довольно-таки точная пушка. Что касается урона. 3100 единиц. Это действительно клево для среднего танка 9 уровня. И все благодаря тому, что перезаряжаемся мы 6,5 секунд, а при этом накидываем по 340 разового урона. И имеем пробитие в 244. И на аккумулятивных, которые являются голдовыми снарядами у данного орудия, мы пробиваем 290 мм брони, что, в принципе, достаточно для того, чтобы играть против тяжелых танков 10 уровня. И имеем угол склонения орудия вниз, минус 7, что тоже добавляет комфорта в игре. Ну, а что меня действительно очень сильно порадовало в машине, в отношении отыгрывания, допустим, там где-нибудь от башни, так это крайне верхнее расположение орудия. Как вы видите, выше орудия здесь ничего нет. И, в принципе, если грамотно где-то найти себе подходящее место и спрятать полностью все, кроме своего орудия, то фиг вас кто проковыряет. Да, есть вот эти вот два пятачка, но на дальних расстояниях вы их не выцелите однозначно. Понятное дело, что машина картонная и броней здесь даже не пахнет. Но Чейр Футур, если бы еще и забронирован был круто, тогда был бы супер-мега-имбой, которая разрывала бы даже десятки с абсолютной легкостью. Ну что, друзья, берем машину и поехали кататься. Ну что, друзья, погнали. Погнали Чейр Футур заценивать. Как я говорил, я мечтал об этой машине с момента, как она пришла ко мне еще на тест. Она мне очень сильно понравилась на тесте. Гораздо меньшее впечатление на меня, допустим, Кобра произвела. Да, прикольная, интересная машина, но эта машина меня как-то зацепила гораздо сильнее. Не знаю почему. Может, потому что я люблю скорострельные орудия и точные орудия. И Кобра не предоставляет мне того геймплея, который мне хотелось бы получать от нее. Но это уже история совсем другая. Что касается моего отношения к Чейр Футуру, то так же, как с историей про ТС-60, которую я давно ждал, точно так же и с Чейр Футуром я сейчас не могу дождаться перехода на свой основной аккаунт, где я смогу настроить данную машину под себя. Ну и, соответственно, кататься уже на основе на данной тачке. Так, ну, еще чуть-чуть. И великолепный угол склонения орудия вниз позволяет творить чудеса и Центуриончика вполне спокойно проковырять. Ну а бешеная скорострельность позволяет не только его проковырять, но и благополучно отправить его отдыхать в его же ангар. Так, ну здесь немножко не успел. Ну да ладно, хорошо, прощаем. Пока поживите, а я поеду поживлюсь кем-нибудь другим. Вот, вот еще один желающий отвалить отдыхать. И здесь у нас появляется еще один смертник, которого мы тоже благополучно отправляем. Итого три фрага на нашем счету. Да, пускай мы добираем в некотором смысле недобитков, но в то же время мы делаем довольно-таки хорошее дело. И таким образом приближаем победу, потому что минусование стволов, ребят, это один из залогов успеха. И я бы рекомендовал, если вы боретесь именно за победу, то в первую очередь играть не на количество нанесенного урона, а в выборе целей перед собой. Все-таки выбирать того, у кого хп-шки меньше, и кого вы можете потенциально добрать в ангар, для того, чтобы он дел не натворил, ну и, соответственно, он не смог уже накидывать урон по вашим союзникам. Но это так, в виде совета. Я все-таки не киберкотлета, никого не учу играть. Рассказываю просто, как я выбираю для себя цель, как самую приоритетную. Ну и вот вам, пожалуйста, из семи возможных, четыре фрага на моем счету. Да, пускай, как я уже сказал, были в основном недобитки, но Чейр Футур на это способен. И именно поэтому тачка мне очень сильно заходит. Скорострельная, точная, вполне себе подвижная. Да, картонная, но с великолепным расположением орудия. И именно поэтому я был готов отдать за нее практически 22 тысячи голды. Пускай из контейнеров я ничего не получил, но зато получил себе желаемую машину, и навряд ли буду об этом жалеть. 2780 единиц нанесенного урона. Что это в отношении нашей команды, я имею в виду в разрезе нашей команды, по количеству нанесенного урона? Вроде бы, вроде бы, ребят, добирал только недобитков, но при этом всем существенным отрывом, практически в тысячу, я нахожусь на первом месте в своей команде, причем команда при этом победила. Вот так, ребят, и получается, что вроде бы мал по малу он где-то что-то как-то, но, как, знаете, в детстве бабушка говорила, курочка по зернышку клюет. Вот так и здесь, на Чейр Футуре, вроде бы по маленькому зернышку, а наклевал себе на первое место в команде по нанесенному урону. Я безумно рад тому, что Чейр Футур все-таки выставили хоть как-то в доступе, и не только в контейнерах, и я его забрал. Крутить ли вам рулетки? Ребят, определяйтесь самостоятельно и помните, что прокручивая рулетки, открывая контейнеры, вы не обязательно достанете из них то, что вас интересует. Но в случае с рулеткой не обязательно заберете за ту цену, за которую хотели бы получить себе главную награду. Я остался доволен. Побежал снимать следующее видео специально для вас, вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.